В основном в городе, чем я занимался. Я лежал на диване, играл в компьютерные игры, с утра до ночи валялся, мучился от безделия, потом, правда, привык уже. Это когда в институте, я еще куда-то в институт когда-то ходил. Иногда ходил туда, не всегда, конечно. Но потом переломный момент был, я сидел дома и привык уже к сидению дома. И я думал, что и в деревне то же самое. Но, оказывается, деревенская жизнь, она несколько другая. Картошка сама по себе, она не растет. Вот ее не просто нужно в лунку закинуть, а ее еще прополоть надо пять раз. Жука обобрать надо, перебирать ее надо. Ее надо поливать, ее полоть надо, потом выкапывать ее надо. Совершенно она не так растет, как показывают все это по телевизору. Следующий какой минус, ну тут все друг про друга знают вообще. Если в одном месте пернул, в другом месте уже могут сказать, что насрал. Ну, я имею в виду, что все со скоростью света, все мы про всех тут знаем. Кто с кем занимается, кто с кем спит, кто во сколько ест, кто во сколько куда ездит, куда приезжает. Но это все ничто по сравнению с другим. Я думал, что в деревне лежат, спят, болтаются, ничего не делают. На речку хоть, на рыбалку, самогонку гонят. Выпивают иногда, курят, ни о чем не думают. Просто болтаются по улице, шашлыки делают на мангале. Сидят во дворе, разговаривают, ничего не делают. Но оказывается, все немножечко по-другому. В деревне нет времени сходить на речку. Я вам хочу запилить обзор участка своего, все показать. Сейчас я не буду показывать, сейчас у меня тут ремонтно-строительная работа происходит. Вот этим я и занимаюсь. Потому что некоторые мне говорят, что я якобы долго очень делаю, перегородки вывожу. На самом деле, кроме перегородок, я чищу вот это, таскаю туда. Потом поставлены были вот эти столбы. Но их потом буду не до конца еще для забора столбы поставлены. Мусор убран, песок туда-сюда, цемент в магазин, поддоны, доски сложил. Что-то покрашено было, что-то отнесено было, забрызган чердак был, грунтовка привезена. Струйматериал привезен и так далее. То есть деревья выкорочеваны были, кусты какие-то обрезаны были. Что-то посадил даже немного лучка, чесночка посадил. Где-то что-то прополото было. Но основная работа, конечно, это водка за блоки сейчас. Основная, но помимо этого еще и много другой беготни. Воду со скважины принести, накачать. Шланги там подсоединить, кабель туда-сюда размотать и все такое. А делаю я это я один. Поэтому тот, кто говорит мне, что я якобы долго делал, у меня нет никаких бригад. Никакая бригада мне не помогает, все делаю. Все висит на мне. И это следующий минус, что все висит на мне. Но тут как бы нужно разделять. Некоторые говорят, зачем тебе это Пареолову нужно. Но работа на себя и работа на кого-то, это две разные вещи. Тут ты для себя делаешь. Вот это, наверное, плюс. Еще плюс, наверное, это тут птиц полно летает, всяких здоровых. Вон, ворона какая-то, здоровая, цапли. И вот они чирикают с утра до ночи. Вот эти птицы чирикают, чирикают, чирикают. Природа большой плюс. Ну и вот ремонт наделочной работы. Это все, конечно, очень много времени отнимает, здоровье отнимает и всего такого. Это очень много отнимает. И что же движет вот этим всем? Зачем тебе это? Что движет? Это зависть. Многие люди завидуют. Некоторые даже из родственников, даже не разговаривают некоторые люди со мной. Они говорят, как он может? Да это рукожоп. Как он что может сделать? Как он что может построить? Да он, если построить, то все сразу рухнет. В первые же три дня дом рухнет. Да ничего он не делает. Это он либо нанимает, либо на чужой стройке. Это даже видно в комментариях. Очень много людей, которые завидуют. Многие люди. По сути, зависть, она является очень сильным двигателем. Потому что, как оказалось, все хотят жить в своем доме. Все хотят. Все. Даже тот, кто молчит об этом, все хотят. Вот у кого по факту не спроси, все хотят в нем жить. И кромешная просто зависть. Всего лишь вот из-за этого. Из-за этой коробки, которая... Крыши, перегородки там сейчас могу вам показать. Но темно. Не хочу в доме ничего показывать. Темно, что говорить. Песок таскаю, скобы таскаю. То есть, как вот... Это все в одного делается. Все, что вы сейчас видите, это все делается в одного. Таскается, выносится мусор, песок таскается. Участок я вам покажу потом. Но сегодня я не буду вам его показывать. Потому что погода не очень, немножко мрачно. А так надо показать. Здесь и лес рядом есть. Но в этом есть минус, оказывается. Если ты живешь рядом с природой, с лесом, с рекой вы хотите жить. Как и этот данный участок. То будут змеи. Я тут их вижу. Этих змей. Помимо этого будут филины, которые урчат. Мне привычно немножко после городской жизни. У меня тут тишины вот этой. Тут филин, там ворона каркает, 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 каркает. Кар, кар, кар. Да как, 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 как. Хреново, хреново. Стройка идет. Хреново. И ты каркаешь здесь. Вороны. Воробьи щебечут целыми днями. Ветра гуляет. Ну, то есть, здесь у меня пока что не получается лежать на диване. В чем дело. Я думал, что в деревне все лежат на диване. Может быть, у вас там, вы напишите в комментариях, у кого частные дома. Часто ли вы лежите на диване. Тут у меня времени нет на речку даже сходить. Здесь речка вот. Вот лес. Видите сами. 60 метров до леса. Все, как вы любите. И как и я люблю. Там речка, рыба там в этой речке. Какие-то утки. Тут там цапли, вороны. Все это летает. Деревня это Пырялова. Деревня это работа. Но, правда, на самого себя. Тут есть люди, кто корову держит. И у них очень хорошо по деньгам выходит. Очень хорошо. Даже городская зарплата средней с ними не сравнится. С теми, кто держит корову, продает молоко. Но они встают в 5 утра. Ложатся поздно. Но зато деньги есть. Но, правда, они привязаны к корове. К этой. Ее же не бросишь, не оставишь. И не уедешь никуда на 2 недели. Но деньги у них есть. Работа, но на себя. Она не на кого-то. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мне уже некогда. Мне пора заниматься каторжным трудом. Здесь была огромная куча песка. Она исчезла. Вот, кстати, кто пишет мне в комментариях, что якобы я тут бездельничаю, ничего не делаю. Пишите, какая у вас жизнь в частом доме.